Полезная еда и современное оборудование при форму школьного питания сегодня обсуждают на форуме в Одессе. По инициативе первой леди запустили целую серию подобных региональных форумов, посвященному школьному питанию. Организаторы уверены, главная цель подобных мероприятий – это донести до всех единое видение школьного питания в учебных заведениях. Вважаю, пришел час розглянуть проблему забезпечения ученых качественными продуктами, зокрема, локальными, витчизненного виробництва и комплексно. Усвідомить, что это не только и не столько рядки в школьном меню, это, прежде всего, скупность складовых, которые работают на результате реформы школьного питания и формирования духовного и физического здоровья нации. Инвестиция в будущее. Министр здравоохранения Виктор Ляшко на форуме отметил, что реформа также направлена на формирование хороших привычек нашего молодого поколения. Больше овощей и фруктов, меньше сосисок и сладкого. Мы понимаем, что сегодня четыре фактора. Нездоровое питание, низкая физическая активность, алкоголь и тютюн – это те четыре фактора, которые формуют 80% всех неинфекционных заболеваний, которые потом приводят к госпитализации, инвалидизации, а также передчасной смертности. Поэтому, запускаючи в школы здорового питания, мы формуем культуру правильного питания, здорового питания, полезного питания, которое в дальнейшем будет отображаться на здоровье нашей нации. Форум также стал площадкой для подведения промежуточных результатов. Так, по инициативе Министерства образования и науки Украины, учебным заведениям в марте прошлого года выделили 400 миллионов гривен на приобретение современного оборудования для столовых и пищеблоков. По состоянию на сентябрь текущего года более 90% от указанной суммы уже освоили. Кроме государственных субвенций, за два года с начала введения реформы дополнительно выделили 100 миллионов гривен из местных бюджетов. Как отметил Сергей Шкарлет, вложения дают свои плоды. На сегодня есть 1809 закладов, в которых уже полностью оновлены хорчоблоки. И за счет этих субвенций, спроможная школа, удалось сделать несколько основных экземпляров. Первое. Оновлено полностью застарелое обладнание. Проведено частковые и повные ремонты хорчоблоков. Встановлено або отремонтовано системы вентиляции и вентиляционные зонты. Времонтовано электромережи. Ведвищено якість пипної води завдяки встановлению специальных промисловых фильтров. Я дякую органам місцевого самоврядувания, керівникам областных и державных адміністраций, адже майже 100 миллионов гривен было выделено из местных бюджетов на проведение этой реформы. Это выражающие суммы, и они дают свои результаты. А теперь посмотрим на реформу школьного питания в действии. Музыка Чтобы пройти на пуфню Международной академической школы Одесса, нам нужно обязательно надеть палатик, шапочку, и тогда можно изучать за кулисье. Международная академическая школа Одесса тоже не является исключением в этом вопросе. Перед нами были поставлены задачи Сергеем Васильевичем о том, что качество нашего питания должно быть на самом высоком уровне, что дети должны вкусно и правильно питаться. Соответственно, к началу учебного года, как и в прошлом году, и в этом, было утверждено нами, как и положено, нашей Держпродспожей-службой, должно было быть утверждено двухнедельное меню, согласно которого питаются наши дети. Здесь готовят все – булочки, борщи и даже варенье. Кстати, меню в этой школе разрабатывали свое, уникальное. Оно рассчитано на две недели. На линии раздачи у нас всегда выбрать диетический гарнир, диетическое первое блюдо, диетическое мясное блюдо. Это может быть и натуральное филе куриное, это может быть и натуральная говядина, и супы без бульона. Если мы изготавливаем супы, то мы не на бульонок готовим, а только добавляем, например, куриные фрикадельки, мясные фрикадельки. То есть, я думаю, что кто хочет диетически питаться, тот может питаться. Повара рассказывают, что работать в Международной академической школе Одесса – одно удовольствие. Ведь администрация позаботилась о качестве производственного процесса и закупила новое современное оборудование, которое соответствует всем украинским и европейским стандартам. На кухне не обходится и без хитрости. Повара рассказывают, что большинство школьников не любят вареные овощи. Но правильный рацион без них не построишь, поэтому кулинары применяют смекалку и профессиональную находчивость. Дети очень сильно отказываются от овощей вареных. Это свекла, это капуста вареная, тушеная. То есть, они к этому очень плохо относятся, даже если это в соусах, в первых блюдах. Вот поэтому мы и делаем, например, есть у нас мясные блюда, вот бризоль куриная, у нас там завернуты тушеные овощи. И они, когда нарезают, они не сильно обращают внимание на овощи. И получается, они получают и овощи тушеные, и мясное блюдо. Гарниры мы тоже часто обжариваем, протушиваем овощи и добавляем в гарниры. То есть, это булгур с овощами или это рис с овощами. Сами же ученики с удовольствием ходят в школьное кафе и ставят ему оценку 10 из 10. Питание очень нравится, очень разная еда всегда. На обед обычно отбивные, фуре, котлеты, разные бакароны. Все очень вкусно. Мне также очень нравится питание, потому что в прошлой школе было совсем не вкусно, а здесь просто идеально. Стандарты новой системы питания начнут работать во всех учреждениях образования с 1 января 2022 года. В то же время уже активно идет разработка меню для детских садов. Ею занимается, как и школьное меню, уже весьма популярный шеф-повар в нашей стране, участник телевизионных кулинарных шоу Евгений Клопотенко.